Друзья, всем привет! Как и обещал, с небольшой задержкой, правда, из-за независимых от меня причин. Выпускаю я видеоролик, в нем мы разыграем 1000 эмод засцелительницы. Для участия в розыгрыше вам нужно будет зайти в турнир, который я сейчас создам, ввести пароль и сыграть одну игру, ну сколько хотите. В целом можно и не играть, главное не выходить из турнира до его завершения. Когда турнир завершится, вы можете нажать ОК и все будет нормально. То есть вам будет написано, что турнир закончен, кнопочка ОК, вот в этот момент, если вы нажмете ОК, то все нормально, все зафиксируется. Если же вы раньше этого выйдете из турнира, тогда результат не будет засчитан. Вот я вам сейчас покажу турнир вчерашний, тысяча из тысячи участников, все, кто был, соответственно, получат эмодзи. И точно так же вы, кстати, можете посмотреть в своем журнале результаты турнира. Если вы в нем есть, то все, вы получите эмодзи. Так что не переживайте, не нужно мне писать в личку, на почту, причем на почту имеется в виду почтовый ящик, я уже не знаю, откуда еще ждать сообщения, потому что очень много людей, которые не поняли, придут эмодзи или нет. Все будет нормально, если вы все сделаете правильно, ребят. Ну а теперь создаем турнир. Турнир создаем по еще одному розыгрышу, как я уже и сказал. Название турнира, ребят. Клэш. Арт. Хилка. Розыгрыш эмодзи. Описание. Пароль. Пароль, друзья, очень важно. Это будет пароль. В прошлый раз был пароль Хилка, в этот раз будет пароль эмодзи. Сохраняем. Участники 1000. Длительность турнира 4 часа будет. Для того, чтобы в первые 4 часа посмотревшие видео успели зайти и получить эмодзи. Игровой режим будет, да пусть будет опять обычный. Поражение максимальное 5. То есть будем на этот раз играть с поражениями. За первое место, друзья, я отдам пас-рояль. Поэтому победитель турнира мне напиши после окончания турнира и получишь пас-рояль. Все остальные тысячи человек, которые зайдут в турнир и не выйдут до его конца, получат эмодзи-целительницы. Когда придет эмодзи, я не знаю, друзья. Это зависит не от меня. Поэтому, опять же, писать мне по этому поводу не нужно. От этого очень сильно устаешь. Ну что же, ребят. Погнали. Создаем турнир. Всем вам удачи. Заходите и не выходите. Так, аж рука трясется. Ну ладно. Уровень 9, да. Все, все правильно. Вроде все правильно создал. Все, да. Турнир создан. Создан. И... 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 Начало через час. Все, друзья. Теперь переходим к основной теме видеоролика. Это лучшая колода для аккаунтов первого уровня. Вот она та колода, которую я считаю лучше. Мне нравится здесь присутствие ведьминой бабушки и заморозки. Эти карты отлично себя раскрывают в противостоянии первых уровней. Но перед тем, как мы перейдем к играм, я бы хотел порекомендовать вам новый канал по играм от Supercell. На нем вы можете найти видео по Clash Royale, Clash of Clans, также Brawl Stars. Четыре раза в неделю проводятся стримы, также четыре раза в неделю выкладываются видеоролики. В общем, парень активно развивает свой канал. Говорит, что занимается им уже пять месяцев. Предупреждаю, что на канале присутствуют маты. Друзья, я разыграю на канале The Days в видео, ссылочка на который будет в закрепленном комментарии. Один пас рояль. Для участия в розыгрыше нужно подписаться на канал The Days. Также оставить комментарий под видео, собственно, на которое будет ссылочка в закрепленном комментарии. Вся инфа в описании и в закрепе. Ну а теперь переходим к играм. Друзья, это все катки из конца сезона предыдущего. Не успел я выложить это видео до завершения сезона, поэтому выкладываю его сегодня. Ну и немного предыстории. Так как у меня большое количество проектов, а, соответственно, маленькое количество свободного времени, то играть часто на аккаунте первого уровня у меня не получалось. Поэтому сначала я быстренько взял 5300, потом какое-то время подождал. И вот в конце сезона, в последний день, буквально за 11 часов до конца сезона, захотелось мне попробовать взять 5600 кубков. Это была такая черта, которая меня бы, в принципе, устроила по результатам этого сезона. Но при этом нужно было сделать это максимально быстро, потому как, опять же, времени у меня было мало. Поэтому цель была проигрывать по минимуму. Ну и для этого нужно было взять, конечно же, самую сильную колоду. И я решил, что вот эта колода подходит на данную роль. Давайте посмотрим все-таки на поле боя, в конце концов. Использую я заморозку для того, чтобы выиграть эту дуэль у мостика. И в итоге получаю большое преимущество по эликсиру. Противник мой сейчас будет пробовать защититься. Пытается он защититься по правой стороне, но я уже атакую со своим дровосеком по левой стороне. По правой стороне его вышка сейчас умрет. По левой стороне его вышка получит огромный урон. И в итоге в этой игре очень сложно уже что-то придумать моему противнику. Пламенный дракон фокусится на главном здании. И да, эта игра выиграна. Обратите внимание на аккаунт противника. Он создал его в этом сезоне. И за один сезон он взял 5600. Это просто, конечно, прикол. Следующая игра и огромный разброс по кубкам между моим предыдущим противником и вот этим моим оппонентом. У этого противника остается одна игра до 5600 трофеев. У меня же где-то 5500 кубков сейчас. Именно так работает подбор противников для аккаунтов первых уровней после недавних изменений. Ну и я могу сказать, что я играл только против игроков первыми уровнями. Менялись только кубки. То есть разброс был плюс-минус 100 трофеев от тех трофеев, на которых я находился. Несколько слов о специфике игры вообще сейчас на аккаунтах первых уровней. Здесь цена ошибки очень высока, так как вышки практически не обладают никаким запасом здоровья. То любая атака, которую мы пропустим, она будет наносить огромный урон. Поэтому играть нужно максимально осторожно. И сейчас противостояние первыми уровнями выглядит как игра в шахмат. То есть делает ход ваш противник, затем вы делаете ход и пытаетесь во всех этих разменах получить преимущество по эликсиру. Ну вот сейчас мой противник решил первым выставить мега-рыцаря. Это, конечно, опрометчиво было с его стороны. Легко я защищаюсь от этой атаки, так как в моей колоде также присутствует мега-рыцарь. Ну и дальше я смотрю, чем будет защищаться мой противник. Неудачно он выставляет бандитку. Я также добавляю свою бандитку для того, чтобы усилить давление. Ну и у меня сейчас есть эликсир на заморозку. То есть шансов у моего противника уже очень мало. Остается это и он сам понимает, поэтому сдается. И вот примерно таким образом проходят сейчас все катки на аккаунтах первым уровнем. Противник этот брал 5741 кубок. Ну и, видимо, на момент моей с ним игры он находился в тельте. Следующая игра. 5544 кубка у меня. У моего противника 5609 трофеев. Ну и понятно, что это уже хорошего уровня противник. Постараюсь я его также обыграть. Начинает он игру с рыбака. В ответ на это также нужно отвечать той картой, которая сможет законтрить и выгодно разменяться с рыбаком. В данном случае, если самая подходящая карта у меня была бандитка, стоит она столько же. И в целом я ничем не рискую ее выставляя. Дальше, к сожалению, не было у меня в руке замечательного ответа на ночную ведьму. Такого, например, как ведьмина бабушка или магический лучник. Ну и вот здесь вот зря, наверное, я выставлял дровосека в защиту от этой атаки. Нужно было здесь использовать мега-рыцаря сразу же. Ну и вот здесь вот только сейчас я его использую. Это достаточно уже запоздало. И первым мега-рыцаря, конечно, нежелательно использовать в противостояниях первыми уровнями. Успевает мой мега-рыцарь допрыгнуть до вышки. Но, к сожалению, дальше у меня большие проблемы. Потому что у меня сейчас мало эликсира. А защищаться нужно от достаточно серьезной атаки. Выставляю я ведьмину бабушку, но, к сожалению, она крайне неудачно появляется на поле боя. И в итоге начинает фокусить именно ночную ведьму. Вместо того, чтобы по одной отстреливать летучих мышек и превращать их в королевских кабанов. Это была ключевая ошибка в данной игре. Надо было чуть позже выставлять ведьмину и ведьмину бабушку. Тогда бы она отстреливала именно летучих мышек. Ну а так я потерял свою левую вышку и потерял огромный запас здоровья на правой вышке. И, более того, мое главное здание сейчас также очень сильно пострадало. Это то, о чем я и говорил, друзья. Цена ошибки очень высокая. Если бы я на долю секунды позже выставил ведьмину бабушку, то ситуация могла бы быть совсем иная. Пошла бы моя уже атака. Моя правая вышка не получила бы столько урона. Ну и, возможно, получилось бы спасти мне еще и левую вышку. Так как не пришлось бы отдавать бревно на правую сторону. Но получилось, как получилось. Нужно, конечно же, справляться с магическим лучником по левой стороне. Потому что, если бы я его заигнорировал, то мое главное здание было бы уже уничтожено. Ну и у моего противника сейчас преимущество по эликсиру. Надеюсь, что ведьмина бабушка сможет что-то организовать по правой стороне. Пытаюсь я ее спасти, но не получается у меня это сделать. Также на доле секунды запоздало. Я среагировал с мега-рыцарем. И, опять же, ситуация могла быть иной, если бы я соображал быстрее. Ну и далее, конечно же, пытаюсь я как-то что-то придумать. Обратите внимание, как хорошо работает в этом противостоянии ведьмина бабушка. Хорошо, но не настолько, чтобы существенно изменить ход игры. При этом противник грамотно прикрывает свои карты армии скелетов. Ну и здесь за 15 секунд, конечно, я уже ничего не смогу сделать. Более того, у меня сейчас, скорее всего, умрет главное здание. И да, в этой игре я проигрываю, допустив микроошибки. С хорошим рекордом был у меня противник, но если бы цикл был поудачнее, если бы я сыграл чуть более внимательно, то результат мог бы быть другим. Снимают с меня 20 трофеев, и сейчас я нахожусь на 5524 кубках. При этом мой противник 5638 трофеев, но это нормально. Опять же, как я уже говорил, матчмейкинг на первых уровнях сейчас абсолютно другой. Отличается от подбора противников во всех других игровых режимах. Ну и начинается игра. Конечно же, не хочется первым выставлять карты, но в ждунов играть тоже не очень хочется. Поэтому начинаю я игру первым, выставляю я бандитку свою, противник на это отвечает рыбаком. Ну и дальше я также пассивно выставляю свою ведьмину бабушку. Она создаст небольшое давление по правой стороне. Ну а противник мой грамотно атакует по левой стороне. Ловит меня на том, что нет у меня карт ближнего боя в руке. Поэтому я вынужден защищаться магическим лучником и бревном. Очень много я потратил эликсира на защиту от бандитки стоимостью 3 единицы эликсира. Отдал я в итоге 6 единиц эликсира. Поэтому сейчас я проседаю по этому ресурсу. И конечно нужно мне играть сейчас аккуратно и готовиться к защите. Очень вероятно, что противник мой будет атаковать с мега рыцарем. Поэтому заранее выставляю я пламенного дракона. Ну и конечно же лучший ответ на ночную ведьму это ведьмина бабушка. Наконец-то ведьмина бабушка первую тычку делает именно туда, куда и нужно было. Далее она продолжает призывать заколдованных кабанов. И все для меня складывается в этой игре очень неплохо. Все перевернулось и перевернулось все благодаря именно ведьминой бабушке. Обратите внимание, какое большое количество заколдованных кабанов бежит к вышке противника. При этом с ними очень долго справляются все карты противника. У меня уже накопился эликсир на заморозку. В итоге благодаря ей я выгодно размениваюсь защитными картами моего оппонента. У мега рыцаря еще огромный запас здоровья. При этом бабка продолжает призывать заколдованных кабанов. Я ее продолжаю прикрывать. И в итоге сейчас большие проблемы у главного здания моего противника. Стараюсь я его добить прямо сейчас, но здесь уже по-моему переборщил. Зря я выставил бандитку. Хотя половину здоровья мега рыцаря забрал. Поэтому в целом все достаточно неплохо складывается. Но сейчас мне нужно будет как-то пробовать защититься. Приберегаю я мега рыцаря, остерегаясь атаки по левой стороне. И именно поэтому именно на левую сторону использую я своего мега рыцаря. Ну а далее надо будет мне сейчас защищаться от серьезного давления по левой стороне. Для этого выставляю ведьмину бабушку, магического лучника. Сейчас у меня нет мега рыцаря, поэтому буду защищаться тем, что есть в руке. Очень вовремя появляется заколдованный кабанчик. Отдаю я заморозку и в итоге с этой атакой справляюсь. Но теперь у меня проблемы по правой стороне. И здесь противник вполне может что-то сделать. Скорее всего он даже уничтожит мою правую вышку. Да, успевает он это сделать. Но зато я смогу сейчас попробовать добить его левую вышку. Потому как у меня большое количество выживших карт на поле боя. Сейчас идет серьезная атака на моего оппонента по всем фронтам. И по правой, и по левой стороне. Добавляю мега рыцарей середины, к сожалению, запоздало. И мой магический лучник умирает. Ну а далее надо при помощи бандитки побыстрее избавляться от дровосека. Отдаю я еще заморозку. Ну и бандитка врезается в вышку. При этом сколько королевских кабанов было сейчас на поле боя. Очень хорошо работает бабка в противостояниях первых уровней. То есть если в обычных игровых режимах ведьмина бабушка достаточно слабая карта. То в противостояниях первых уровней, мне кажется, это одна из самых сильных карт. 5563 трофея у меня теперь. И с учетом того, что у противника 5606 кубков, могут мне дать недостающие трофеи для того, чтобы взять 5600. Поэтому эта игра, можно сказать, решающая. И провести ее нужно будет максимально аккуратно мне. Скидываю я с самого начала самую дешевую карту. Это бревно. Далее у меня есть и противовоздушные карты, и наземные карты. Но я предпочитаю ждать своего противника. К сожалению, терпения у меня не хватает. И я выпускаю дровосека. Дровосек это быстрая карта. Поэтому сразу же я обрекаю себя на невыгодные размены. Потому что дровосек из-за своей скорости добежит до половины поля моего оппонента. И будет размениваться под вышками. Соответственно, свои 4 единицы эликсира он не окупит. Это и произошло. И изначально я начинаю игру с отставания. Но по мне это лучше, чем сидеть, ждать у моря погоды. Ну и в итоге, благодаря качественной защите, я выравниваю немного ситуацию. Противник вынужден выставлять на остатки бандитки ночную ведьму. И теперь по эликсиру мы примерно сравнялись с моим оппонентом. К сожалению, магический лучник убивает практически всех летучих мышек. Но одна остается. И это возможность перезвать заколдованного кабанчика. Боюсь я, что противник может выставить мега рыцаря на мою бабку. Поэтому заранее выставляю пламенного дракона. Ну и не стоит сейчас давать противнику возможность скопить критическую массу карт по правой стороне. Поэтому атакую я с дровосеком по левой стороне. Заставляя выставить моего оппонента туда громовежца. И, к сожалению, громовежец все-таки решил разменяться с моим пламиком. И вот теперь у меня проблема. Большое количество карт у моего противника на поле боя. Но снова защищаюсь я при помощи бандитки по правой стороне. По левой стороне бревно уже, пожалуй, было лишнее. И вот эта заморозка также меня губит. Потому как я не попадаю по магическому лучнику. А даже если бы попал, он не успел бы избавиться от мега рыцаря. Таким образом сразу же теряю я свою правую вышку. Опять же цена ошибки на аккаунтах первых уровней. Добиваю я пламенным драконом мега рыцаря. Ну и, к сожалению, мой дровосек умирает от двух дракончиков. Не успевает он с ними справиться. Далее, конечно, все. Я здесь уже не вывожу эту защиту. К сожалению, у меня закончились ресурсы. И таким образом я проигрываю буквально из-за пары ошибок. Но надо отдать должное моему противнику. Он грамотно использовал рыбака. И в целом заслуженно победил. Вообще здесь, конечно, не попадается слабых противников. Каждый понимает, как играть. Каждый понимает, что делать и как использовать свои карты. Поэтому все решается буквально на каких-то микро-моментах. Ну и вот здесь попадается мне мой соклановец. Я специально вышел из клана и создал свой клан, что играю без ничьих для того, чтобы все мои противники понимали, что биться мы будем. Не будет такого, что мы будем тратить время и просто там 5 минут сидеть, смотреть на наши вышки, отправлять друг другу эмодзи и в итоге сводить дело к ничьей. Ну и вот у моего противника решающая игра за 5600, а у меня еще две, по-моему, игры остается до того, чтобы взять заветные трофеи. В начале игры противник много раз отправил ухты-ухты. Я также отправил ухты-ухты, подумав, решил, что ну давай будем делать окей ничью, раз у тебя решающая игра. Одну игру я могу пропустить, 5 минут времени потратить. Ну и в итоге я подумал, что ладно, я не буду первым атаковать. Может быть он действительно думает, что мы идем на ничью, тогда я не буду этому противиться. В данном случае сыграю от него. Будет он атаковать, тогда окей, сыграем игру. Если не будет атаковать, ну ладно, будет ничья. В общем, уже настроился я на то, что не будет битвы. Ну и тут мой противник понесся в атаку с дровосеком. Окей, тогда поиграем. Но для начала надо проверить, записываю ли вообще я эту катку, а то иначе для чего все это. Все нормально, катка записывается, поэтому спокойно играем. Размен дровосеков пошел, и дальше нужно как-то останавливать бандитку. Докручиваю себя до своей бандитки, потому что не хочется, чтобы бандитка противника избавлялась от моей бабки. И в итоге идет на моего оппонента атака с заколдованным кабанчиком и бандиткой. Боюсь я мега-рыцаря, поэтому не выставляю больше карт в атаку. Очень неплохо здесь мой оппонент прикрывает своего громовержца при помощи ночной ведьмы. Ну и дальше нужно мне защищаться. Трачу я на защиту, ребят, очень важно, не больше эликсира, чем тратит на атаку мой противник. Это очень важный момент при противостоянии первых уровней, потому что если мы здесь проседаем по эликсиру, то дальше все может быть очень плохо. Начинается двойной элик, и сейчас я жду действия от моего противника. Пока не могу понять, есть ли в его колоде мега-рыцарь. Ну и сейчас мы это выясним. Решаю я первым выставить своего мега-рыцаря. Далее выставляю карты ему в поддержку и готовлю заморозку, она поможет мне разменяться. Очень быстро пламенный дракон растворяет мега-рыцаря противника. Ведьмина бабушка призывает огромное количество королевских кабанчиков. Ну и здесь все уже. В этой атаке все становится ясно. Эту атаку просто уже не остановить. И здесь я выигрываю, конечно, потому что, опять же, у меня ведьмина бабушка и заморозка, кстати, очень зарешали. Но для моего соклановца это не проблема. 5600 он уже брал, поэтому все в порядке. Нужно и мне дать взять 5600. И вот она решающая игра. Очень надеюсь, что эта решающая игра закончится успехом, поэтому буду очень осторожно играть. Желаем мы друг другу удачи. Ну и выводы я сделал. Первым выставляет Дровосека. Теперь я не буду. Буду играть в Ждунов. Что поделаешь. Не хочется мне, конечно, так делать, но и проигрывать решающую игру очередную также не хочется. Поэтому сидим, ждем, смотрим, что будет делать оппонент. Но ему-то все равно. Он играет не для видео, а я думаю, вам не особо интересно смотреть то, как мы сидим и смотрим просто на поле боя. Поэтому, ребята, я долго боролся с собой и в итоге все-таки решил, что ладно, окей, раз ты не хочешь первым начинать игру, ее начну я, готовлю я магического лучника. Это тяжелое решение, но наконец-то мой противник делает первый шаг. Он выставляет Громоверца и вот теперь я могу с спокойной душой сказать, что да, я все-таки смог победить в этой игре Ждунов. Теперь осталось победить в самом матче. Не трачу эликсира много на размены. У меня сейчас на поле боя магический лучник. Выставляю с глубины бандитку в ответ на магического лучника противника. Ну и опять же буду играть чисто от него. Нельзя ни в коем случае позволять магическому лучнику простреливать через бандитку, поэтому я решаю выставить ведьмину бабушку, заодно призвать заколдованного кабанчика и за счет него разменяться выгодно в атаке. Получается, мой план срабатывает. В итоге у меня небольшое преимущество по эликсиру появляется. Ну и продолжаю. Я играю достаточно пассивно. Это решающая игра, поэтому рисковать ни в коем случае не нужно. Дровосек хорошо разменивается с рыбаком и составляет выставлять моего противника еще бандитку. Бандитка также получает тычку от рыбака, но вот теперь у меня есть небольшие проблемки. Вынужден я выставлять мега-рыцаря, но так как у меня есть пламенный дракон, я думаю, что может получиться неплохая атака. Единственная проблема это избавиться от громоверца, который будет контрить моего пламенного дракона, поэтому в такую позицию выставляю я бандитку, блокируя постановку громоверца непосредственно на пламенного дракона, но затем оппонент допускает жесткую ошибку и подставляется громоверцем под бандитку и в итоге моментально теряет свою левую вышку. Опять же, цена ошибки при противостоянии первых уровней. В итоге получил я преимущество, до конца игры остается меньше 40 секунд. Конечно же, здесь нет смысла нестись в атаку, здесь лучше гораздо подготовиться к защите и обезопасить свои вышки. Именно это я и делаю, скидываю ненужное заклинание для того, чтобы максимально глубоко выставить ведьмину бабушку. Ну и вот теперь будет очень сложно, надо защищаться от мега-рыцаря с большим количеством карт поддержки. Отдаю я здесь заморозку для того, чтобы мой мега-рыцарь имел возможность побыстрее разменяться с мега-рыцарем противника, но, к сожалению, ведьмина бабушка не особо здесь помогает, урона она дает немного, зато очень помогает с призывом королевских кабанов. И в итоге, пока карты противника избавляются от королевских кабанов, мой магический лучник всех их уничтожает. Хороший был противник, но самое главное, что я его обыграл и взял 5600 кубков. В тот вечер начал я игру с 5300 и за час, ровно за час взял я еще 310 трофеев, таким образом моя цель достигнута. В колодой этой я сыграл 19 игр и проиграл только 4 из них. Правда, в одной игре игрок с ником парень является моим соклановцем и он отдал мне победу, за что ему спасибо. На тот момент мой результат был 59-м в мире, сейчас где-то в сотне у меня место, ну на самом деле это не очень хороший результат, но главное, что было потрачено минимум времени и именно поэтому я считаю эту колоду лучше для аккаунтов первого уровня. Ну а на этом все, друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok